Дом с 1975 года постройки ранее принадлежал санаторию Ставрополье и фактически считался общежитием. С 2007 года по решению суда перешел в ведение муниципалитета. Поэтому, когда здесь в январе случился пожар, городские власти пообещали сделать ремонт. Поменяли кровлю, полностью покрасили дом и с внешней стороны и внутри. Проложили новые коммуникации, то есть теперь здесь новая система водоснабжения, теплоснабжения. В каждой квартире установлены батареи и собственные приборы учета. Раньше у нас со второго этажа спускались трубы водоканальные, всякие трубы водяные, всякие-всякие. То есть здесь все было в трубах, в трубах абсолютно со второго этажа. Здесь как заходишь, было как подвальное помещение. А на сегодняшний день, посмотрите, у нас нормальные стены, труб не видно. То есть этаж стал абсолютно жилым и цивильным. Тем не менее, в прошлый раз Анатолий Пахомов нашел ряд недоработок и поручил их устранить. Строителей не подвели. Такого современного ремонта жильцы бывшей общаги никогда и не видели. И сегодня они благодарили и мэра, и ремонтную бригаду. Спасибо вам за то, что сделали для нас. А это сделали, да, уже просто, чтобы у вас места общего пользования. Сейчас плинтус забьет, наверное, в течение дня. Спасибо вам большое. И ребятам в бригаде все огромное спасибо. Молодцы ребята. Так как бы. Ну сейчас надо самим еще взяться, потому что сейчас они плинтуса поставят, отмоетесь. А то он не говорит. А то он воет за вас. К подрядчику теперь уже претензий нет. Напротив, даже уборку во время ремонта строители делают сами. И жильцы первого этажа все убрали из коридора. А вот на втором этаже по-прежнему стоят шкафы, что недопустимо в рамках пожарной безопасности. И ведь горели уже. Но сами они жалуются, что совладать с соседями сложно. Мэр рекомендовал срочно обратиться в Госпожнадзор. В целом, ремонтом глава города остался доволен. Строители с душой подошли к выполнению работ. Вот подрядчик, который вел ремонт, он некоторые работы, в том числе ремонт мест общего пользования, вы видели, коридорная система, коридоры он красиво покрасил, привел порядок. Сегодня очень важно, чтобы жители этого дома, собственники квартиры этого дома ценили все то, что было сделано. Потому что это действительно было сделано в виде благотворительности. Этот дом не считается аварийным, поэтому муниципалитет не оставил его в плачевном состоянии после пожара. Другие же дома ветхие, признанные непригодными к жилью, будут снесены. Только в этом году ключи от квартиры ждут около 350 человек из 12 аварийных домов. Уже до конца этого года в высотку на Виноградной въедут 137 новоселов. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.